Всем привет, с вами Артур, и мы начинаем новое прохождение игры Kingdom of Amalur, как вы уже, наверное, заметили из названия к видео. И, ну, я не знаю, давайте создадим игровой профиль, потому что, я думаю, игра достаточно длинная, лучше не тормозить. Ох, я не знаю, как себя назвать, пусть будет... назовёмся каналом, потому что я не очень люблю вводить везде свой ник, которым я играю вообще в онлайн-игры, но это вообще не онлайн-игра, поэтому, я думаю, так будет окейно. Я уже там создавал профиль, проверить чисто как что. Версия игры у меня... не знаю, насколько новая, но каких-то плюс 10 DLC тут есть, и поэтому... что ж, посмотрим. Ну, какая-то печаль, я, вроде, включал субтитры, надо будет их по новой включить. Ну, похоже, эльфов убили. Ну, что-то не эльфа, но очень похоже на них. Субтитры создавал DimaTorzok. Да. Субтитры создавал DimaTorzok. Да. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Печально, так как меня позабавила эта заставка, так как там этот чувак, который захватил трон, не знаю, как его зовут. Вот, в общем-то, неважно, сел на трон и начал смеяться, это так тупо выглядит, на самом деле, чисто захватить власть, чтобы посидеть на троне и поржать. Но это может быть я, а может быть не я. В любом случае, я знаю, что персонажа надо будет создавать. Субтитры создавал DimaTorzok Не важно, что это значит. Девы мертвы. И будь благодарен за это, все, что мы видим. Пойдем и отбегай машину, но это будет в нашем репорте, один или другой. Ну, когда я создавал, ну, когда пробовал поиграть, ну, чисто посмотреть, как что выглядит, я выбирал все сразу первое, потому что там достаточно много чего убирать. А сейчас мы, пожалуй, посмотрим на расовые бонусы. Я думаю, ну, конечно, тут может быть тоже... Ну, вообще тут, по-моему, ну, воинственный и религиозный народ. Вот это все, что нам нужно знать. То есть войны из них хорошие. Ну, и религия может быть тоже. Что там с телками? О, боже, какое платье странное. Из того, что было, сшили. Ладно. Кузнечное дело мне не нужно. Алхимия мне не нужна. Убеждение мне не нужно. Что тут у нас? Торговля, взлом, обнаружение скрытого. Вот это мне уже более по душе. Закаленное открытым морем. Пират-наемник. Отличный торговец. Ну, так. Гордая древняя раса. Это я уже сразу думаю, нахер. Ну, что у нас тут? Производство кристаллов. Ну, хозе. Рассеивание чары алхимия. Тоже к черту. Так. Вот это уже повеселее. Скрытность. Опять же, производство кристаллов. И убеждения. Знатоки. Искусственные магии. И дипломатии. Ну, я думаю, вот этого выбрать. Но, кстати, больше похож на такого, не знаю, викинга. Ну, да. Закаленный морем. Наверное. Конечно, скилл у него хороший. Взлом. Взлом, я думаю, нам много вещей принесет. И... Салам. Давайте выберем. Варане. Так. Продолжить. Огонь. Вода. Войну точно не буду выбирать. Я утомился с этим. Дарксайдерсом. Войной. Так что, смерть я бы выбрал. Но... Так, шанс, посмотрим просто на бонусы. Нету и плюс один бонус опыта. Это как-то маловато. Может быть, попробовать воду, раз он любитель морей, чтобы уж так было логично, так сказать. Ну, давайте в воду. Какая разница, в общем-то. Как-то... Немного тут выбора. Но давайте этого... А, вот оно. Окей. Сейчас какого-нибудь эрагона сделаем веселого. Но с такими выборами не очень-то получается. Так. Нам нужен вот такой цвет. Цвет глаз пусть будет... Ну, надеюсь, это черный. Хотя, не важно. Глаза это самое меньшее, что меня волнует. Так. Цвет век. Ну, вот этот, по-моему, самый... Или вот этот. Или вот этот, по-моему, самый адекватный. Тени. Тени нам особо не нужны. Только такие как будто настоящие. Ну, в смысле, отсвечивающие от бровей. Не знаю, как это сказать. Так, борода. Ну, пусть такая щетина будет. Так. Что тут у нас еще есть? Волосы, прическа. Вот это хорошо. О, вот это нормально. Цвет волос черный. Волос на лице не надо. Цвет волос на лице. Ну, по-моему, и такой нормальный. Это не особо заметно, наверное, только если усы есть. Так. Цвет правее. Ну, тоже черный. Пусть будет украшение. Так. Так. В носу. В ухе. Ладно, чирам это все. Хотя. Можно в бровь воткнуть. Конечно, не аэрогон сразу, но пофигу. Галима не выглядит, на самом деле. Если бы можно было бы вставить, ну, не знаю, хоть не золотую. Ох, ладно, черт. Так, татушка. Татушку какую-нибудь можно мелкую. Чисто так. Для вида, что она есть. Индивидуальность придать немножко. Хотя. Я думаю, что я ставлю татуировки персонажам. И без нее. Вот такую поставим. Я не знаю, что это бабочка. Ладно, хорошо, что я этого не вижу особо. Так что мне плевать. Можно даже ее такую не особо яркую вставить. Так. Ну что, это все? По идее, да. Может быть, лицо немножко. Может, его можно подправить. Или оно исправ... О, боже мой. Ладно, вот это, по-моему, все же самое окей, но не особо. Так, подтверждаем. О, верани. Может быть, он был mercenary. Продолжение в войне. Я мог бы рассказать ему, как он был. Не в плохом состоянии, но... О, боже мой. О, боже мой. О, боже мой. Он был к нам. О, боже мой. О, боже мой. Боже мой. О, боже мой. О, боже мой. Стигав, да? Ну, это все для тебя, тогда. Больше luck next time. Как мило. С босыми ногами по трупам. Как же это мерзко. Наверное. Не каждый день хожу, босыми ногами по трупам. Поэтому только предполагаю. Но воняют они знатно наверняка. Ну что ж, наш первый данжен. Интересно, начинается игра сразу данная. Так, что я хотел? Настройки. Геймплей. Звук. О, субтитры выключены. Я еще хотел громкость понизить. Чуть-чуть-чуть совсем. Вот хотя бы вот так. Нет, я хотел музыку сделать поменьше. Ну и диалоги. Пусть они так остаются. Просто я в том профиле настроил так. И создавая новые, настройки как бы новые появились. Так, ну что, бежим. О, боже мой, какая длинная записка. Устранение отходов. Ну, смысла, наверное, в ней нету. Но я ее заберу. Так, что тут у нас... Ух ты, 15 золота. Я полагаю, что это совершенно нищие суммы, как это бывает в начале таких игр. Но в любом случае... Так, а вот это уже меч, это уже хорошо. Так. Ржавый длинный меч. 7 физический урон, 2 колющий урон. Так. По-моему, я его одел. И дверь открылась. А что за рычаг? Ой. Чувак, извини. Бедняга. Ладно. Ага, обиде, значит... Ну, что-то похожее... С Дарксайдерсом вторым есть. Вот карта эта наверху... О, боже. Ну, как он их мочит. И как бы... Ну, вот всё вот это как-то мне... Что-то мне это всё напоминает. Не знаю, почему. Выглядит достаточно. Никакую другую игру не напоминает... Второй... Ну, от второго Даркса, если не считать Принца Персии. Но... Вот это... Напоминает. Поэтому я за неё, наверное, и взялся. Плюс она у меня... Давно лежит на компе. Я всё не мог начать, потому что... Правда, долго и не очень... А... Но он там всех убьёт, так. Так, кстати, первые наши враги. Крысы. Я как-то не особо и... Приценился к ним. Ударил, они умерли и всё. Ну, у нас хороший урон, значит. Или это... Ржавый длинный меч. Отличный просто. Я, если что, в бочках, опять же, ищу золото. Но... Как-то его нет. У него одной бочки. Но... Мало ли, что я могу найти. Хотя бы сначала нужно их ломать. Ну... Не в том смысле, что потом не ломать. Мало ли. Может, если что-то в них будет падать, то есть смысл. Если нет, то... У меня есть выбор, типа... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вот, ворота. Ворота. Это самое главное. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Как дитё меня тут убьют. Так, что из них падает? Поношенные набедренники. Поношенная броня. Что в сундуке? Блин. Спасибо. Если ты не пришел в течение дня... Погоди. Я видел тебя раньше. На слабе. Ты... Ты был мертвым. Это работало. По туме, это работало. Ты жив. Ну, вообще... О, опять эти... Выборы вариантов ответов, которые наверняка ни на что не влияют. Ну, давайте это... Well, you died. Ну, вот, ворота, они печальные. Так, мы зелья получили. Лечение. Так, сундук. Поношенные ботинки. То есть, мы сейчас можем немножко приодеться. Ну, вроде как-то получше начали выглядеть. Хотя... Это все поношенное дерьмо. Ну, хоть что-то. Хоть что-то. Так, что ты за мной носишься? А, ну да, мы... Типа теперь с ним будем гулять. Ну, во всяком случае, видимо, пока. Так, еще немножко ящиков. И продолжаем путь. Ой. Это, что они после. Наши большая инвенция. Суэль из милей. Представляете, что конец к дерью. И конец к смерти. Кристаллические бомбы. Это интересно. Ну, ладно. То есть, это источник душ? Или как они его там назвали? Ой, везде эти источники душ. Где древо жизни? Давайте. Можно было бы, конечно, расспросить его еще во всяком, но... Нету желания. Главное... Уже что-то нашел. Сундук какой-то. И золотишко тут сыпется, сыпется. Ага. Две отмычки. Это хорошо. Теперь бы на эти закрытые ящики... Так, ну, по идее, это все, что я тут ношу, аня, вообще. И еще сундук. Вообще, наверное, просто надо жать пока взять все, по-моему. А, ну, инвентарь у нас... Нет, 70 можно носить. Ладно. Ой, ой-ой-ой. Я не хотел сюда заходить. Я вообще... В доспехе лез. Хотел проверить... Ого, еще перчатки и что-то там еще было. Ботиночки. Защита, ну... Ну, хоза. Я лучше уж так похожу. Угу, защит. О, большой достаточно. А как он работает? Ох, сейчас повоюем. Нифига он же лучший. Ой-ой-ой. По-моему, я мог его казнить. Или мне показалось. Ох, лук. Все надо одевать. Могли бы как-то попроще это сделать. Да, как ему стрелять-то. Музыка странная. Как будто... На меня уже нападают. Как, юшечка, окей. Ох ты, так быстро. Шикарное оружие. Этот лук, по идее. Если уж так быстро. Ну, этот данжен, насколько я понимаю, более такой... Экипирует нас и учит всяким... Ох. Да что ж ты не попадаешь, пусть... Чёрт. Ай, больно. Ай, больно. Ай, ты слабый. Ну, они слабые были. Наверное, потому, как их убивает с одного-двух выстрелов. Разорванные... Нет, разодранные. Документы. Ещё пять отмычек. Неизвестно только, что открывать ими. Кто это такой? Выглядит как... Человек-страж. Жалко, не со всех можно трупов. Сравнивать ещё можно. Ладно, попробуем кинжалами посражаться. Они явно должны быть быстрее, чем... Так, воду мы не можем. Хоть плавать тут нельзя. Так, что делать? Как... Ага. Сейчас мы его пришьём. О, это достаточно круто. От тех мы попробуем из лука. Бам! Не знаю, наверное, надо было их тоже... Подкравшись убить. Так, опять тут всех уже убили, пока я... Пёрся сюда. Что тут ещё валяется? Золотишко. Окей. Так, ну, бежим мы определённо верно тут. Да, нужны они такие прямолинейные. Ой. Откуда у меня магия, чёрт? Что тут вообще есть? Хьюга, пауках... Ладно, возьмём. Не знаю, зачем, опять же. Может пригодится. Я вот думаю, если там пишут о пауках, значит, скоро мы встретим пауков. Порванное одеяние. Что ж, окей. А что даёт порванное одеяние? А, это робо. 30% восстановления маны в секунду. Давайте попробуем. О, выглядит круто так, более, как это называется, солидно. Я совершенно не знаю, за какой класс поиграть, так что мне всё равно, за какой играть. Я могу их даже как-то соединить, попробовать, чтобы и магией, и кинжалом мочить. Типа такого. Так, тут мы... Что за яички? Яички. О, ещё один сундук. О, ещё порванные наручи. Окей, сейчас. Приценимся. О, ещё 10%. То есть, это у нас уже 40. Это... Ну, почти половина. В два раза. Ну, в одну. Одну, вторую быстрее. Ой, что это растёт? Спустите, палка. Посох. Ну, вот уже с посохом я как-то не очень не хочу ходить, хотя... Посмотрим, как он... Справляется. О, здорово. Паутина сжигать можно. Ну, что ж, маг он достаточно сильный и резвый, на самом деле. Ого. Порванные ботинки. Слабое зелье манны. Кости, череп. Я вообще не уверен, что нам нужны. Так. Пусть отдали. А, ну ладно. Да куда спешить? Тут же никого нету. Да, можно пробелом нажимать. Тогда тоже собирается. Одну вещь, но лучше всё же брать всё сразу, как я сказал уже. Но если там нету, конечно, черепов и костей, наверное. Хотя их можно или выкинуть, или продать, наверное, тоже. Чуть-то за... Дай! А, паскет! Пусть! Ты не один из них! Инсул! Он жив! Я не знаю! Это, что я хотел узнать. Он вышел из мира. Что? Тогда лучше он подойдёт внутрь, чтобы он был в пау. Пусть. Или что? Мне ещё нужна помощь пять процентов. Можно попробовать. Я думаю, что эти могут быть помогут. Если Туатра понимают, что ты, что ты, ты, ты нуждаешься. О, отлично. Набор для ремонта. Да я всё соберу. Может быть, продать это удастся. Кинжалы, поношенные отмычки. Да всё-всё-всё пригодится в хозяйстве. Так, ну всё, выпускаете меня тогда. Жалко, нельзя поставить на главное оружие кинжал или посох, а на второстепенное вместо лука посох или кинжал. Ну ладно. Так, я быстрее. Хотя, когда-то надо бегать. О, да, бегает на Сёртл. Ну, заставка, загрузка. Заставка, загрузка. О, да, бегает на Сёртл. Ватар, ты вернулся от мертвых. Пожалуйста, обрадуй меня. Ты должен быть очень скучным от этого. Я Фомарис Хьюз, и это мой лабораторий в Алистар. Всё, что ты здесь видишь, дедикатся к одной вещам. Солны. Слышь от иммортастия. И ты, ты мой первый успех. Если мы только когда-то имели время, то есть много, что мы могли узнать от другого. Что происходит? Ну, где мы? Я останусь и буду сражаться. Вряд ли. Ладно, да, ладно, выберем. Абсолютно не знаю. Я имею в виду мою лабораторию. Но это самое важное, что ты сохраняйся. Это просто, что ты... Ты... Фасширный. Это просто структура. Я не уверен, что это произошло. Но я не уверен, что... Но я не уверен, что... Но я не уверен, что... Я не уверен, что... Сыр, сыр! Мистер Хьюз! Мистер Хьюз! Мистер Хьюз! Продолжай путь в городе Горхат, найдите Агат. Он знакомый, и он может быть способен помогать. Не важно, что осталось, будьте живым! Да открывайте уже эту дверь, черта! Че, он там спит? Ну-ка! От говно! Магия достаточно быстро восстанавливается. Магия достаточно быстро восстанавливается. О, ну нет! Почему он своего не задевает? Что за херня? Ладно, берется. Я пытался увернуться, я не знаю, почему он даже этого не взял, но... Хорошо он горит. Но электричество его сильнее опинает, ой-ёй-ёй! Но зато нам рассказали как зелью. Пользуй вас! Опыта достаточно много дали. Что в нем есть? Кольцо сквайра. Плюс пять к здоровью. Процентов. Процентов это много достаточно. Так. Где выход-то? А, вот он. Отлично перевели. Так, вот сюда мы уже никогда не попадем. Но мы оказались на улице. Достаточно. Достижение, перерождение. Уровень повышен. Посмотрим, что у нас тут. О-о-о. Алхимия. Кузнечное дело. Обнаружение скрытого, как и было, у нас прокачано на один. Взлом тоже на два. Торговля на один. А я скрытность, пожалуй, прокачаю. Так, что у нас тут есть? Боевая техника. Это у нас пассивный. Владение длинными мечами. Владение молотами пассивное. Это, по-моему, не пассивное. Хотя... Атака оружием написано. А это... Пассив. Вот это актив. Гарпун. Обратный эффект. Зато мы будем подтягиваться к врагам. Щит. Но нет, я со щитом не бегаю. Ловкость. Еще есть. И магия. Три ветки, насколько я понимаю. И у нас есть три очка. Что у нас в ловкости. Ага. Лук и кинжал. Вот это достаточно удобно. Огромное количество повреждений. Оставаясь незамеченным. Ну и магию. Посмотрим уж тогда. Атака оружием. Пассив. 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 И молния. Молния тогда будет, наверное, сильнее просто бить. И... Ох, ладно. Прокачаем тогда. Это. 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 Может, даже на два. Но почему бы и нет. Так. Мы подтверждаем. Потом, если что, что-нибудь другое прокачиваем. Не знаю. Не знаю. Может, это тоже какой-нибудь обнулитель еще есть. так доспехи все переоденусь тогда в у нас ничего по моему и нету такого чтобы но ты если только вот это она будет от кинжалов хорошей урон создавать ну и оружие надо только достать что долго я буду тут тусоваться в этом мире какая разница конечно это затягивает прохождение на так окей кинжалы но такими вот мы вышли из первого нашего данжена новое задание энтер говорили нажать на я не успел что тут у нас сюда мы не можем это просто такой антураж так ящики вообще думаю наверно надо за чувак так можно собирательством похоже заниматься там рыба плавает может быть мы можем ловить и если удочку достанем как фейбль или еще в чем-то или можно попробуем а можно как-то прицеливаться похоже что нет что жаль ладно на этом часть закончим с этими семья потом разговаривать следующей часть поэтому всем удачи пока увидимся